2021 продолжаем играть по 10 минут и сейчас надо победить потому что в предыдущей партии победить не удалось так конь c3 странное начало что на это ответить вообще ну там вряд ли е4 будет хотя может же и быть е4 ладно давайте d5 поставим пешку в центр все как полагается вот е4 он все-таки ходит но тогда d4 и мы здесь кажется выигрываем какие-то темпики так конь наш выходит у черных пространства сразу с дебюта за счет вот этой пешки которая перешла демаркационную линию перешла на половину поля соперника на половину доски соперника так вопрос что дальше что дальше делать вообще похоже структура на так не было легко до конь g5 может быть и был похоже структура на штату на что-то староиндийская но у белых слон не на g2 так нужно такие дебюта меня поправят скажут что это такое как это называется структура так я собираюсь а6 b5 конечно же провести немножко этого слона потревожить белого хода а3 может быть и ошибочным был соперник не признает не признают это и дает мне b5 провести так это хорошо вопрос куда своего слона оставить стоит ли его вывести на е6 или мы сможем этого белопольника как-то прикрыть со временем или вообще ферзь d3 потом вывести белопольника ферзь d6 точнее давайте так и сделаем ферзь d6 выведем белопольника на е6 сдваивать пешки как-то здесь резона не вижу но белые собираются наверняка после того как конь вот стал на f5 двигать f4 и могут кстати побить на е7 для них размен моего чернопольника будет неплох ввиду того что у них чернопольный останется вообще слон против коня останется но это так в глобальном смысле перевес небольшой а конкретно для атаки у черного слона у чернопольного слона белых не будет оппонента соответствующего так а вот после этого возникает идея они побить и на е4 где-нибудь смотрите бьем на е4 если бьют пешкой бьем на g4 но это самое простое выиграли пешку на g5 точнее бьем на е4 если бьют конем бьем опять на g4 на g5 и потом забираем на f5 вроде тоже тоже что мы выиграли отдали две фигурки забрали две фигурки выиграли пешку так бьем на g4 бьют ферзем опять-таки точнее на е4 бьем бьют ферзем берем на g5 выиграли пешку в очередной раз так бьем на g4 на е4 теперь самое интересное взятие на е7 нужно посмотреть берут на е7 могут взять кстати на е7 конем шахом мы берем тоже на е7 конем естественно под ферзя не становимся и бьют на е4 и я без ферзя вот так на расчет вариантов я потратил не без фигуры потратил некоторое время но после взятия на е4 к сожалению взятие на е7 происходят с шахом да не получается а жаль давайте наверное на a2 возьмем все-таки снимем это давление по диагонали но и плюс ладью на a2 загоним которая там ничего не будет делать полезного так а теперь если взят на е4 опять-таки берут на е7 конем и все ох уж эта навязчивая идея взят на е4 так и хочется взять давайте попробуем отойти наш 8 королем неожиданно чтобы на им на е7 бралось не шахом может быть так что-то получится нет все ферзь пошел на f3 закрыли эту лавочку белые ну тогда конь на g8 может отойти и вроде бы как так и задумывалось конь уходит на g8 ход король h8 не оказался бесполезным абсолютно конь на g8 перешел и теперь прыгнет или на е7 или там останется пока но будет поддерживать движение пешки f вперед по крайней мере он ей место уступил а с е7 конь ну на е7 конечно пробьют белые вопрос чем нет уходят уходят слоном но это интересно тогда вполне вероятно мне стоит пойти на f6 правда там конь h4 какой-то выскочит конь h4 или же 6 сейчас сразу не доберутся ли до короля до моего вопрос так если слон f6 конь h5 да ладно давайте же 6 сразу будем пробовать бьют и мы бьем бьем наверное чем конем или ферзем конем наверное конем чтобы поддержать движение f5 теперь f5 мы двинем по-любому но белым наверное ладью на е1 нужно поставить что ли чтобы там какую-то контры группы вертикали d получать h3 ходят белые ну что ж двигаем f5 все как планировали можно было конечно накатывать где-то на ферзевом фланге но мы решили по-иному правда здесь размен ферзей происходит может быть пешкой же стоило взять после размены ферзей не все так радужно или может быть здесь взять пешкой неожиданно чтобы потом е4 двигать давайте возьмем пешкой потом будем готовить е4 ладью на е8 поставим здесь ничего не должно вскрыться так но соперник конечно препятствует ничего не должно вскрыться на ферзевом фланге могут ли помешать мне продвинуть е4 наверное нет так е4 взяли 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 вроде бы можно давайте прямо сейчас не будем тянучка на кота за хвост так переходим правда в эншпиль тот самый с конем против против слона но пусть соперник докажет докажет что здесь сильнее будет слон сейчас мы этого слона немножко здесь погоняем пешки я вроде бы все могу расставить на белое если мой король в район е4 прийти успеет то это будет просто просто прекрасно правда сейчас ладья слон d8 да с идеей слон b6 вопрос как этому что на это делать как на это ли отреагировать кони в 6 вопрос что будет в пешечной мэншпиля после кони в 6 не получится ли что он проигранный но других наверное в другого выбора нет приходится кони в 6 играть чтобы защитить этого эту пешку так без пешки потом было бы очень сложно играть а в пешечнике что будет посмотрим посмотрим будем как-то пытаться спекулировать нет соперник вообще так не сделал но это хорошо повезло наверное все-таки мне кажется на f6 нужно было сопернику пробить атаки мой король сейчас успеет куда собирался и c4 я двину и е3 я двину но здесь мне кажется уже преимущество у черных поскольку слон b6 была ошибка ну в анализе еще посмотрим так не здесь ой что это что это мне здесь задумываться особо не о чем идеи все на поверхности но идея 1 до двигать пешку до е3 и там уже мне кажется белые не удержатся хотя они конечно у них есть идеи связанные с контратакой движением пешки же вперед но получится ли из этого что-то я не знаю давайте прямо сейчас сделаем себе проходную так теперь единственный вопрос как запрыгнуть конем на c4 если кое на c4 на c4 придет хотя зачем мне конем на c4 идти снова вопрос если король d4 слон h7 ладно давайте так если будет шах я вернусь на е5 потому что если король c4 там b3 беру на b3 берут на d4 я беру на а3 ну да у меня там вроде бы эти две проходные но мой король слишком далеко от этих ребят с другой стороны кто его знает ладно соперник всего этого не исполнил соперник дал мне поставить коня туда куда я мечтал и здесь сдался конечно здесь уже здесь уже шансов никаких не имеется давайте посмотрим анализ вот те два момента которые меня интересуют но момент номер один это был тоже м шпили касательно вот этот момент или касаемо так кони в 6 ну так и пишет так и надо играть ага здесь вообще b4 ход за белых b4 ход интересно b4 давайте b4 походим и что если взять на b4 то здесь вот эта изолированная пешечка останется которую мы быстро проиграем да если не взять если на c4 двинуть то мы снова таки проиграем пешку d со временем такой вариант кон d7 bc бьем на bc на c5 слон b6 кони и 6 ну и там как-то еще король успевает подбежать и что-то там держаться вроде бы как можно да король d2 ага на f4 надо идти а если здесь так а ну тоже тоже 0 оценка в районе нуля даже чуть-чуть пользу черных ну то есть b4 здесь тоже не особо а почему так почему на f6 не побить о здесь полторы пешки в пользу черных после короля в 6 все-таки все-таки видимо идея с игрой с вот этими двумя белыми пешками не проходит не проходит ну да там же и если король идет не к моим черным пешкам тогда мои черные пешки грозят как-то проскочить а если он идет к моим пешкам тогда я сюда становлюсь и естественно даже b3 мне не помешает сыграть c4 а затем уже будут эти две пешки связанные и никак к ним король не подойдет а после хода c3 если он будет я сыграю d3 так хорошо в этом моменте вроде разобрались соперник сделал не лучший ход но и на f6 тоже был не лучший вариант так что дальше дальше меня интересует вот этот момент если здесь дают шаг на а7 ферзь е4 показывает ферзь е4 но я так и думал а а если сюда все-таки пойти но здесь же 4 все равно по преимущество у черных здесь везде преимущество у черных просто после хода b3 конечно же здесь уже у черных совсем выиграно ну по крайней мере сток фиш так посчитал на глубине 26 27 до 4 уже пешки в пользу черных забираем забирают забираем да но здесь коня можно поставить на белое куда-то на g8 например эти пешки очень долго будут проходить а наши пешки уже готовы бежать вперед ну что ж победа в эндшпиле случилось это хорошо в эндшпиле победа тоже приятно а